Аватар Ну, начнем с того, что мне вообще сны в последнее время не снятся, потому что я сплю плохо и временный сон очень мало. Мне нет, пока мне ничего еще не приснилось, к сожалению. А вообще сейчас очень плотный съемочный график. Как оставаться в ресурсе, когда столько задач? Никогда. У меня нет ответа на этот вопрос, к сожалению. Ну как, ты профессионал. Сережа, он вообще только что прилетел с гастролей. У меня вчера там тоже допоздна были репетиции и съемки. Не знаю, да как ты привыкаешь к такому образу жизни? Единственное, что сны не снятся. Мне бы очень хотелось все-таки присутствовать на каждом выпуске и не пропускать ничего, потому что я вот сегодня сижу и говорю, и что в прошлом выпуске пел? И что было? И как было? Это как пропустить серию любимого сериала, да? Да, это как пропустить серию любимого сериала, тем более, когда ты узнаешь, что кто-то ушел, например, а ты знал этого человека внутри Аватара и даже не поболтал, не сказал ему, что он клевый, например, по твоему мнению. Фавориты уже прям определились? Я сегодня безумно жду Домового. На самом деле у меня фаворит – это Волк, потому что для меня это, во-первых, полноценная загадка, а во-вторых, конечно, очень необычное поведение для мужчин в шоу-бизнесе, когда он просто разговаривает. Поэтому не то чтобы это фаворит по таланту, потому что талантливый, мне кажется, каждый Аватар, но по поведенческой линии Домовой и Волк – это два персонажа, которые меня безумно цепляют. Я хочу узнать, кто в Домовом. А вы узнаете совсем скоро, осталось всего-то там 3-4 выпуска. Я жду, когда кто-нибудь из Аватаров исполнит по-настоящему что-нибудь роковое. Я поклонник рока. Нет, вообще я меломан, мне нравится вся музыка. Хочется, чтобы я проображал. Как это правильно сказать? В детстве, что называется, я выбираю между рэпом и металлом, я был металлистом. Но потом мне начал нравиться рэп. Я не работал вот так. Но потом мне еще начал нравиться рэп, и я втайне от своих друзей-металлистов начал слушать рэп, а потом еще и техно появилось. Намешал. Намешал. И в общем, ну почему? Что касается музыки, не зацикливайтесь на одном направлении. Мелодия есть во всех, во всех стилях. Мелодия есть во всех, во всех стилях. Я не ожидала, что сегодня я покину, потому что у меня записано еще там несколько песен, да, шедевры. Просто были шедевры, мне очень жаль. Почему именно «Лягушечка»? Ну, «Лягушечка» — это выбрала не я, это выбрал канал. Почему они именно выбрали этот образ, я даже не знаю. Мне кажется, это не совпадение. Я уже говорила, что это мое тотемное животное оказывается, и поэтому здесь, наверное, совпадений вообще не бывает. Поэтому, наверное, где-то вот сверху что-то было им послано, какой-то вот такой сигнал, да. Вот они увидели во мне вот эту вот такую вот легкость. «Лягушка» — она так вот прыгает, скачет, что-то такое светлое, красивое, приятное. Ну и, наконец, поделитесь с нами, каково же это быть в этих датчиках. Это же действительно удалось очень непросто. Ну, датчики — это было тяжело, потому что, если учесть мой вес, да, у меня детский вес, то когда мне одели первый раз на голову вот эту вот арматуру тяжелую и потом датчики, да, это же, там, я не знаю, по килограмму, наверное, как гири, да. Ну, это было, конечно, для меня очень, наверное, самая, трудная часть во всем этом шоу, да, еще и двигаться в этом, то есть это было сложно, это было сложно. Чему ты научила вас в шоу «Аватар»? Получила огромное удовольствие работать с ребятами, записывать песни. Ну, я не знаю, чему она меня научила, наверное, быть выносливой, да, более выносливой, раз такие гири я носила на себе тяжелые, и все равно я выжила, да, потому что лягушка, она... Вот, еще лягушка — это выживаемость, это приспособляемость к ситуации. Вот еще почему лягушка, да. Мы верим в тебя, даже так, когда ты в себя не веришь, мы в тебя верим. Уже я в себя перестала верить. Я тоже предлагаю начать с этой версии. С этого артиста, я тоже. Так, Сергей, ты голосуешь за... За лягушку. За лягушку. Как еще? У меня нет других вариантов. Целем на лягушку. Президент страны подкаблучие. Аватары разные. Мне очень жаль, что на каком-то этапе мы попрощались с некоторыми аватарами, с некоторыми, как мне кажется, раньше времени, потому что они себя по-настоящему еще не раскрыли и вообще не были очень яркими такими, как Карабас-Барабас, да. Мы его достаточно быстро раскусили. Я раскусил. Нет, всего хватает. Классная у нас атмосфера и на площадке во время съемок, и в эфире, как мне кажется, как балаган, безусловно. Как мы любим. Как мы любим, да. У нас всегда. Здесь все-таки это все про развлечение. Не совсем все это серьезно. Хотя работа проведена и аватарами, и артистами всей редакции. Серьезная, большая работа. Но мы здесь балагурим, смеемся, шутим, подкалываем друг друга, бесим друг друга. Нормально, все бывает. В общем, весь спектр эмоций здесь, среди этой пятерки членов жюри, он существует. Последний такой вопрос. В такие моменты, когда, казалось бы, беседа выходит из рамок нужных, есть ли какой-то, это просто для наших зрителей, потому что знают, что не все идет в монтаж, очень много у нас не вошедшего такого сикола, останавливает ли вас продюсеры? Если вдруг беседа пошла не в то русло, или вам дают полную свободу здесь? Полный карт-бланш. Иногда хочется, чтобы нам не давали такой свободы, но хочется, чтобы нам сказали, заткнитесь, хватит, отвлеклись, стоп. Стоп, стоп, стоп. Ну да, потому что иногда нас несет, и хочется как-то в нужное русло. Но есть такое прекрасное слово, как монтаж. И я надеюсь, что профи, которые сидят в монтажке, они все правильное поставят, а неправильное уберут. Для чего я надеюсь. Вот, потому что так или иначе, ну, так случается во всех проектах. Внуков все вместе. Потому что все включены максимально. Слушайте, эфир идет, эфир идет там 2,5-3 часа, съемки идут 6,5-8 часов. Понятно, что за это время много говорено того, что не войдет. То же самое «Внуков все вместе», к примеру, да, в проекте. Там разговоров, обсуждений после каждого номера по 40 минут, по 50. А в эфир входит не все. Ну и слава богу, что не все входит. Это точно. Ну да. Ну то есть выжимка самого яркого и лучшего уже в эфире для телезрителей. Точность – это вежливость королей. И что я сказал вообще? Ну нормально, пускай останется. Куда мы это вставим? В склейке с английским Батрудинова будет вообще бомба. Если кто-то скажет что-нибудь точное, мы это ингредируем. Welcome to the hell я хочу сказать сейчас, если честно. Да тихо ты, стойте. Да я это говорю. Да нет. Я буду говорить от тебя. О, у нас вороны появились в жюри. Поверьте. Ту-ту-ту. Абатай!